У кого есть кредиты? Замечательно. Сколько вы их платите? А можно взять сейчас? Сколько лет? Кто из вас выплатил хотя бы один кредит? Или несколько кредитов? Замечательно. Значит, то, что касается банков. Значит, банки — это у нас юридические организации тоже, правильно? Которые занимаются чем? Ну, так называемой финансовой деятельностью. С помощью чего они этим занимаются? С помощью банков России. Одна тысяча рублей. У кого есть одна тысяча рублей? Дайте мне. Значит, что мы здесь видим? Одна тысяча рублей, 97-й год. Дальше, на этой стороне написано «билет Банка России». Стоит номер, который легко фиксируется. Вот здесь, дальше. Что это? Фаррес США. Символика? Фаррес США. Это герб Российской Федерации? Нет. Какое отношение тогда эта купюра имеет к Российской Федерации? Никакого. Абсолютно. Тогда чье это? Что это такое? Это билет Банка России. Кто не билет Банка России? Кто знает французский язык? Что такое билет? Это, если добавить аяльку в букву «М», получится как вексель. Совершенно верно. То есть, а что такое вексель? Это, безусловно, по-моему, обязательство. Долговое обязательство? Долговое обязательство. Совершенно верно. Тогда что это? Это деньги или долговое обязательство? Долговое обязательство. Это долговая расписка. Чья долговая расписка? Банк России. А что такое Банк России? Частная организация. Где она зарегистрирована? США. Округ Колумбия, США. Тогда чья это долговая расписка? США. Честного лица соединенных в Америке. А долговая расписка что подразумевает под собой? Что она тебя уберет и когда-нибудь... Что человек когда-то вам что-то отдаст. В данной ситуации вам кто-то что-то отдаст. Это будет натурально погашено. Нет. С тем долгом, который имеет США. Вот эта купюра и все что есть обеспечивается центральными банками. Это настоящая диверсия против всех жителей США. Ну не говоря там уже о нас с вами. Мы так вообще кролики по отношению. Вот. И это утрированная купюра я называю. Это вексель самый настоящий. И в законодательстве, в Конституции Российской Федерации есть закон о центральном банке. И где написано, что вот эти билеты являются их абсолютными долговыми обязательствами. Понимаете? Тогда что вы получаете, когда вы идете брать кредит? Что вы получаете? Бумагу. А? Долговую расписку. Что вы пишете в обмен на эту долговую расписку? Свою долговую расписку. Вы подписываете кредитный так называемый договор, в котором сокрыт тот же самый вексель. Это долговая расписка. А если вы поменяли одну долговую расписку на другую долговую расписку, где указана равнозначная сумма. Что происходит? Погашение. Провершение сделки. Статья 410. Взаимозачет. Взаимозачет. Да, взаимозачет. Вот, поэтому для тех, кто берет кредиты, у нас сейчас рекомендует иметь два свидетеля. После того, как вы их получили, составлять, просить их подписать документ о взаимном погашении, так скажем. Обязательств нет. Если отказывается, значит, два свидетеля регистрируют факт отказа. Понимаете? То есть, вот в данном случае, чем является данная купюра. Купюра или вексель. Теперь, чем обеспечен вот этот вексель? Золотовалютными резервами Центрального банка. Что вы говорите? 60% обеспечения – это доллар США. Тогда чем на самом деле является? 40%. А? Ничего. Ну, это тот же доллар, понимаете? Который не имеет, доллар имеет какое-то обеспечение. Вообще никакого не имеет. Вот, значит, вы работаете, вы вкладываете труд свой для того, чтобы эти векселя заработать. Вы получаете долговые обязательства. Это равнозначный обмен? Нет. Нет. А это что? Обман. На мошенничество. Это мошенничество. То есть, вы как человек вкладываете время своей единственной жизни. Вот. В обмен вы получаете только долговые обязательства, которые никогда не будут в натуральном виде оплачены. Против вас что совершается? Преступление. Вот, значит, сюда вовлечены какие страны, как вы думаете? Англия, СССР, Франция, Англия, Германия. Нет, ну если это обеспечивается долларом США, значит, какие страны вовлечены? Никакими. Конечно. Они действуют в своем интересе, понимаете? Против вас. Это же обеспечение частной пункты. Это США, ты причем? Она прикажет колодию. Конечно. То есть, есть еще момент действия в своем интересе, который еще более усугубляет. То есть, там, на самом деле, те люди, которые хотят освободиться от кредитного бремени, получают возможность это сделать, четыре ходатайства на эту тему. Где подробным образом объясняется судье, что на самом деле является кредитом. И обязаны ли вы их платить. Понимаете? Вот есть для этого пакет документов. Те, кто хотят освободиться от кредитов, просто нужно обратиться в юридическую консультацию. И у нас обученные юристы этим занимаются. Уже много дел проведено. Вы смотрите на ютубе видеоролики, как гражданин СССР в суде. А, девушка. Да, да, да. То есть, очень много. Я сама вела данный судебный процесс. И что меня очень удивило, что судьи, они не открывают дело перед началом судебного процесса. Они открывают его только сейчас. А там четыре ходатайства. А в них разобраться невозможно. Понимаете? Сразу, вот так, за один момент. И что наступает? Выносит решение на эмоции. Ступор, да. Совершенно верно. Вот. И, естественно, я буду действовать по шаблону, как он привык действовать. Потому что он не знает в данный момент, что там написано. Это как так? Вот, даже если я знаю. Да, да, да. Основная масса так. Есть судьи, которые разбираются. Вот. А есть, которые не разбираются. Им просто не хватает времени на это дело. Вот. Ну, потом можно назначить еще судебное дело. Здесь ничего страшного такого нет. Вот. То есть... То, что касается выписки. Вот я с собой взяла выписки нескольких банков. Значит, они прилагаются к делу. Вот, возьмем Тинькофф Банк. Сведения об образовании юридического лица. Выписка. Дата регистрации 28.01.1994 года. Номинование органа за регистрирующий создание юридического лица Центральный Банк Российской Федерации. А полномочия на регистрацию коммерческих организаций нет у Центрального Банка. Где регистрируется у нас? Налоговая инспекция. Понимаете? Вот. Поэтому фирма данная законно учреждена? Нет. Вопросы? Вы уже можете кредит не отдавать. То есть все сотрудники банка? И кто? Мошенники. Следующее. Здесь еще круче. Совкомбанк. Огромная такая выписка. Сведение о регистрации создания юридического лица создан 27.11.1990 года. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал. 90-й год. Вообще Советский Союз. Понимаете? Пишут Российская Федерация. Та же самая. Да, да. Можете смотреть. Мне только отдайте смотреть. Сейчас еще у меня. Так, здесь та же самая Катаваси. Выписка на коммерческий. Ренессанс кредит. 24.11.2000 года. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал. Вот. И так фактически у всех банков. На эту тему тоже есть определенная ходатайство. То есть, да, те, кто захотят разобраться с данными купюрами, обращаются в юридическую консультацию и получат помощь соответствующую. Понятно, да? Вот. Я вкратце объяснила, что такое банки. Кому непонятно. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос. Напишите ваш вопрос. Прямо на листочке. Спрашивают про безналичные деньги и электронные деньги. Ну и что? Там же что? Это вообще непонятно чего. То, чего нет виртуально. Закона о виртуальных деньгах на данный момент у нас не имеется. Ну там пишут, что рубли. А какие рубли? Тысяча рублей. А каких рублей? Ну все подразумевают, что это рубли из российской зеленицы. Вот. Это тоже про электронные деньги. Все есть в пакете документов касаемо банка.